Работы мастеров со всей республики поражают и разнообразием техник, и порой размерами. Лоскутное одеяло соседствует с мини-деревьями из бисера, а авторские игрушки с изделиями – из бросового материала. Из газеты, из бумаги изготовлены корзинки. Вот тоже технология интересная. Из ничего изготавливают у нас мастера такие интересные, красивые изделия. Невероятно модным стало в последнее время валяние. Это заметно по представленной экспозиции. Из шерсти делают практически все – игрушки, аксессуары, сумки и уникальную авторскую одежду. Место которой найдется не только в залах музея, но и в гардеробе. Главное не бояться быть ярким. Вот, к примеру, такой анорак – теплую мужскую накидку – создала мастер из черемушек для своего сына, любителя экстрима. Для котами на скейтборде. Они одеваются, там прикольно, молодежь. Среди представленных есть работа Ирины Мишаровой. Мастерица работает сразу в нескольких техниках. Как говорит сама, просто не может остановиться на чем-то одном. Оригинальные сумки и куклы, представленные здесь, лишь малая часть того, что удалось создать за последние 10 лет, после того, как всерьез увлеклась творчеством. Правда, несмотря на стаж, себя причисляет не к мастерам, а лишь к подмастерьям. Мастер для меня – это всё-таки связано что-то с некой гениальностью, с некой оригинальностью, с чем-то сугубо своим личным. Что-то даже с произведением искусства, с более художественной ценностью. Он находит или несколько своих ниш, или одну свою нишу, и вот в этом развивается. Изделия ручной работы сегодня популярны во всём мире. В каждая создатель вкладывает часть себя, именно поэтому даже в самых маленьких и неприметных вещицах чувствуется человеческое тепло. Подогревают ажиотаж и прилавки магазинов, которые предлагают всевозможные инструменты и материалы для декоративно-прикладного творчества. Кстати, здесь, на выставке мастеров и подмастерьев, любой желающий может не только увидеть уникальные работы жителей Хакасии, но и купить особо понравившиеся вещи, ведь впереди столько праздников. Наталья Чудина, Станислав Колченаев, Вести Хакасия.